Приветствую вас всех на нашем канале Геймбрик. Сегодня у нас набор из серии Лего Одесс. Корабль в бутылке. Давно его купил, но вот только сейчас дошли руки собрать. 20 набор уже в этой серии. У меня достаточно много их есть, но не все. Всяких женщин-ученых, женщин-космонавтов пока что-то нет и не уверен, что будут. 21-313 артикул «Корабль в бутылке». Забавный набор, весьма интересно должен выглядеть, по крайней мере, такой необычный. Поставить на полочку, мне в данном случае в музей. Ну вот реально, когда я увидел этот набор, я подумал, что его надо бы купить. Надо купить. Сказано, сделано. Вот он. После этого набора я даже решил сам свой проект послать на Лего Одесс. Сейчас, может, видели, может, нет. У меня аквариум. Ссылочка на описание проекта внизу, так что, если несложно, поддержите. В ближайшее время я его буду пиарить везде и всегда. Отдельное видео потом сниму по нему. А сейчас мы переходим к обзору набора корабля. Корабль на лицевой части. Здесь в углу перо. Красиво оформлено. Иллюминатор. Сзади он тут тоже. Кораблик маленький. Уже из него. Уже без бутылки. Отдельно бутылка. Ну вот такие вот арты. Написано, что корабль не плавает. Это для совсем, не знаю, наивных людей, кто мог подумать, что это поплывет. Хотя, если швырнуть в воду, я думаю, не сразу утонет. Картинки тут всякие. Бутылка есть. Крабик. Ну, в общем, так красиво оформлено. Действительно, приятно в руках держать. Приятно в руках держать. Очень симпатично. Осьминожка. Купил я его в МК, как он только появился в Мире Кубиков. Давайте его откроем, наконец. Наконец откроем. Если бы это еще было так просто. Так, раз. Печати. Два печати. Все. Момент истины. Корабль скрывается. Будем собирать. Открываем черную-черную коробку. И видим внутри сразу стекла. Стеклышки лежат. Вот что больше всего меня раздражает в этих вещах, что стекла лежат отдельно, без каких-либо упаковок. Но вот как мы видим, это, по крайней мере, целое стеклышко. Просто не хочется, чтобы они были царапаны, потому что такие стекла, так где я еще возьму. Но вот это, ну вот видим. Как показать? Царапина. Ну, а что мы хотели, если мы стекла вместе с пакетом? Вот это мне, конечно, немножко раздражает и удручает. Это вроде чистенькая стеклышко относительно. И где-то еще одно должно быть стеклышко. И вот еще одно стеклышко. И вот еще одно. Но тоже более-менее целое, к счастью. К счастью, очень сильных царапин нет. Небольшая. Целый пакет прозрачностей. Если мы аквариум выпустим, будет еще один такой пакет огромный. Ох, как хочется, чтобы мой проект прошел. Но посмотрим, поживем, увидим. Так, целый пакет прозрачностей. Целый пакет коричневых деталек чисто. Пакетики два просто с детальками. И два пакета с водой. С так называемой лего-водой. Давайте книжечку глянем. И потом я уже буду собирать. На камере его собирать не хочу. Это все долго, нудно и не факт, что интересно кому-то. Мы с вами посмотрим инструкцию, потом вернемся уже после сборки. Хорошая такая, интересная книжечка. Классная. И вот она. Кто у нас? Мит и фан-дизайнер. Встречаем дизайнера корабля. Вот его первая версия. Как мы видим, она частично отличается. Она больше. Она гораздо больше. Здесь угловые элементы. Два посередине еще обычный такой элемент. В итоге. Итоговой такой штуки нет. То есть, есть фан-дизайнер, кто посылает. Она выбирает на LEGO Ideas работу. Если она набирает 10 тысяч голосов, ее рассматривают уже отдельные товарищи. Если ее выбирают, после этого работают уже LEGO дизайнеры, чтобы довести ее до того вида, в котором ее можно представить, конечно, покупателю. И вот здесь все написано. Поделитесь идеей. Наберите поддержку в 10 тысяч голосов. И если вам повезет, и вас выберут. Та-дам! LEGO Product. Так, список деталек. Ну и, в принципе, все. Все. Обычная инструкция. Больше ничего такого нет интересного. Но я сейчас буду собирать и вернусь к вам после сборки. Вот мы собрали данный наборчик. Сборка была действительно интересно и увлекательной. Наиболее сложный момент это было собирать вот эту подставку. Мне кажется, на ней деталей больше половины. И по сложности она самая такая оригинальная. Вот эта бутылка. Внутри плещется вода. Из, по-моему, двух сотен вот этих пупырышек один на один. Благодаря этим деталькам в наборе 962 детали. Считайте, вот только вот их можно выкинуть и останется гораздо меньше. Сам кораблик собирается не очень сложно. В принципе, прям таких вот каких-то очень интересных моментов при сборке нет. Вполне таки интересные. Интересные детальки. Вот эти вот закругленные плейты, модифицированные один на один с закруглением золотистого цвета. Коричневых тут много таких. Вообще, по деталям набор очень хороший. Как для того, чтобы собрать эту модель, так и что-нибудь альтернативное. Потому что вот столько классных прозрачных деталей вы на данный момент, наверное, ни в одном наборе не найдете. Смотрите, смотрится великолепно. Для полочки, на мой взгляд, самое то. Красиво сделана пробочка. Все это аккуратненько. Даже печать. Тут два тайлика принтованных. Это принты, не наклейки. Надпись «Левиафан». Т, С. Это вот я даже не знаю. Надо было глянуть. Возможно, инициалы автора модели. С бутылочкой, наверное, все. Тут это все собрано из прозрачных. Здесь есть небольшие отверстия. Такие сквозные. На фотках это незаметно. Но по факту они здесь есть. Упирается корабль прямо мачтами в верхнюю часть бутылки. И давайте посмотрим подставочку. Вот подставка действительно классно собирается. Мне очень понравилось. Немножко нудновато, потому что собирается из четырех вот этих однотипных частей. Но, тем не менее, выглядит добротно. Она такая деревянная, красивая, с глобусами. Даже где-то тут мы. Компас обратный. Принтованный тайлик 6х6. Не тайлик, а диш. Точнее, тарелочка. Принт с обратной стороны. Доброе. Выглядит в виде вот такого компаса. И стрелочка. На север поставить. И также вот в качестве обрамления. Такие вот детальки. На мой взгляд, якоря еще здесь не хватает. Был бы еще такой большой золотой якорь. Вообще бы шикарно было. Вот такая вот деталь. Сказать-то о нем больше, наверное, нечего. Чтобы достать корабль, придется по этой линии снять верхнюю часть. Он собирается сначала вот эта часть, кусочек, потом вот этот. И вместе потом соединяются. Но у меня никакого желания его вытаскивать нет. Разве что в момент перевозки там какие-нибудь мачты отвалятся. Придется его разбирать, реанимировать. Вот такой вот обзор. Завтра я его отвезу в музей. Поставлю на полочку. Так что все желающие смогут прийти на него посмотреть. Ну и перед тем, как прощаться, еще раз напомню, что у меня сейчас свой проект на LEGO Ideas Aquarium. На мой взгляд, рядом с кораблем он бы смотрелся шикарно. Так что внизу будет ссылочка под описанием, куда пройти, за кого проголосовать. Если вам это нравится проект, то сможете проголосовать. Видео, как это все сделать, будет отдельно еще выпущу, естественно, обязательно. Ну и приходите к нам в музей. Посмотрите и этот набор, и множество других по LEGO Ideas. У нас практически все наборы есть. Ну и мой аквариум, который я сейчас всячески пиарю. На этом я с вами буду прощаться. До скорой встречи. Подписывайтесь на канал. Приходите в музей. Всем пока и хорошего весеннего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok